В Беларуси началась выдача сертификатов о прохождении ЦТ. Забрать его можно в пункте выдачи. Это должен сделать сам абитуриент, либо его законный представитель. После подтверждения своего статуса с собой необходимо взять пропуск и паспорт. Те, кто сдаёт тестирование в резервные дни, смогут забрать документ не раньше 23 июля. Напомним, срок его действия – два года. В лесах страны сохраняется пожароопасная ситуация. Запрет продолжает действовать в трёх районах Могилёвской области – Бобруйском, Глузском и Кировском. Напомним, ограничения также касаются въезда транспорта, кроме юридических лиц. Интерактивная карта доступна на сайте Минлесхоза. Отменена самоизоляция прибывших в Беларусь при наличии сертификата о прививке против COVID-19. К слову, полный курс должен быть завершён не менее чем за месяц и не более чем за год до момента пересечения границы. Не нужно соблюдать ограничения иностранным гражданам, которые едут в республику на вакцинацию. Но ПЦР-тестирование пройти всё-таки придётся. Нацбанк повышает ставку рефинансирования. 21 июля её размер составит 9,25%. Как отметил регулятор, в ближайшее время в мировой экономике инфляционный фонд сохранится повышенным. Вместе с тем ожидается, что в странах-торговых партнёрах Беларуси она станет постепенно замедляться. В Бобруйске продолжается фестиваль в Итоке. Сегодня второй день форума. В программе семинары по развитию творческих проектов, обсуждения национальных и региональных брендов. Подробно о спортивном движении можно будет узнать на встрече с Белорусской Олимпийской академией. А уже вечером концерт органной музыки Валерия Шмата в театре имени Дунина Марцинкевича.